Вот эти надписи практически по всему Симферополю, но чтобы наша молодежь росла здоровой и не употребляла наркотические вещества, мы эти надписи закрашиваем. На каждом заборе, в жилых кварталах и даже возле школ таких наркографити только по Симферополю активисты насчитали более полутора тысяч. Каждую надпись закрашивают, чтобы об этом не узнавали другие люди. На чужой же забор не пойдешь красить, а на своем, конечно, закрасишь. Наркотой в жизни не занималась. И кто это делает? Руки бы сама отбила. Я думаю, что это наркоманы больше никто не берет. Посмотрите на стенках даже в городе. Ежегодно по всей России от передозировки наркотиков умирает около 8 тысяч человек, но во всем мире численность составляет 190 тысяч. Эта акция призвана привлечь широкие слои населения к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. 33-летний житель Симферополя Роман Насабулин ранее был наркозависимым. Более шести лет он употреблял наркотик под названием героин. Но после годовой реабилитации и работы с психологами он вылечился и стал вести здоровый образ жизни, принял ислам и даже стал волонтером. Мне не хочется возвращаться в ту жизнь. Это по сути ад на земле. Не только надписи на стенах, но и сообщения в социальной сети на мобильные телефоны. Для того, чтобы так называемый наркобизнес процветал, торговцы придумывают разные приемы. Описывают они это все очень красиво, что это все так просто, что пришел, забрал, потом понес, положил. То есть очень легкие деньги. Но все должны понимать, что легкие деньги ведут за собой большие последствия. Сейчас в Крыму по оценкам 2018 года официально наркотики принимают более 4000 человек. То есть на первом месте традиционно это конопля, учитывая особенность природно-климатическую. И на второе место сейчас выходят самые разнообразные синтетические наркотические вещества. То есть это производные канабиноидов, соли и так далее. То есть вот вся синтетика. Наркологи, сотрудники полиции, а также психологи ежегодно в школах и в университетах проводят классные часы на тему опасности наркозависимости. Волонтеры закрашивают граффити на улицах, рекламирующий продажу запрещенных психотропных веществ. Мухаммед Киряв, Эльдар Саидов и Эрвин Эмиралиев. Телеканал Милляд.